Михаил, понимаете в чем дело? Мы сейчас подскочили как раз к скользкой теме, но я не скажу теме целительства, но тем не менее был такой довольно странный период на восходе 20 века, когда пытались все материализовать, то есть материализовать какие-то идейные целительства, материализовать некое духовное начало целительства, материализовать все принципы лечения, и на этом нарвались довольно-таки сильно. Я хочу вам напомнить, опыт в данном случае немножко отвлекся от темы, наверное, но тем не менее был такой Богданов Александр Александрович, если помните, который был абсолютно уверен, что человек может жить вечно, если ему переливать кровь. На этом, в принципе, и погорел, но у большевиков это был как бы самый главный ученый, пока сам не умер от переливания крови, потому что он не учел резус-фактора. Резус-фактора не знали, в принципе, это было в 46-м году был открыт резус-фактор, и тогда уже поняли, как надо переливать кровь, но тем не менее был абсолютно уверен, что если перелить пожилому человеку кровь от молодых, то этот человек может жить вечно. Никто не учитывал, сколько нужно забрать крови у молодых, это такая большевистская идеология, но тем не менее Богданов, так считал, он был одним из больших друзей луначарства, и абсолютно принимал к себе то, что если вот только стоит нужному человеку, правильному человеку перелить кровь, там, не знаю, от молодых мальчиков, то этот человек будет жить вечно и будет работать на благо революции. Вот такие вот идеи странные. Да, вы знаете, я общался с одним тоже очень известным человеком, я его уже упоминал, у нас было несколько программ, которые я с ним провел, это Игорь Иванович Ветров, ныне покойный, год назад он умер, но он рассказывал, оказывается, в Соединенных Штатах, я этого не знал, был целый проект, который был не афишировался, я не помню сейчас деталей, но он с точки зрения медицины это все объяснял и все рассказывал, я попробую это все найти, но был, не знаю, Ярослав, это слышали вы или нет, но был проект, где, ну, можно аналогию провести с переливанием крови, когда старцам, кстати, таким же русским старцам, мы знаем. В данном случае уже я не слышал, да? Не слышали, окей, так вот им делали какие-то операции, если можно сказать операции, причем действительно, я не помню, то это были какие-то там на генном уровне, я найду, я попробую найти, потому что мне самому стало интересно, но я слышал, это было просто совершенно невероятно. Этот проект закончился, он как бы был, ну, чуть ли не засекречен, но очень известные люди, кстати, очень известные люди участвовали в этом проекте, эти старцы, бизнесмены, которые могли себе позволить, поскольку эта процедура была очень и очень недешевая, это стоили, конечно, там миллионы, но после этих операций, причем они не были такими уж, как бы, с точки зрения медицины там было все в порядке, и не было такого, что какого-то непонятного, какие-то там чудо, как типа Распутину там пили, там, тоже, кстати, он принимал участие в этом, какое-то чудо-эликсир и так далее. Ну, там при нем был Бадмаев, так, честно говоря, тибетский целитель, опять-таки, да, мы возвращаемся к теме целителя, потому что Бадмаев много очень сплетен, много слухов по этому поводу, но, тем не менее, многие считают, что Бадмаев подмешивал, как бы, Распутину некие эликсиры, которые чуть-чуть лечили царевича Алексея, и за счет этого влияние Распутина на царский двор было совершенно грандиозным, то есть, как бы, говорили, что не сам он целил, как он мог целить, руками и взглядом, вот, а, тем не менее, Бадмаев, известный медик в области, ну, как бы, медик по тому времени, да и сегодня он был считался медиком в области тибетской медицины, вот, тем не менее, давал ему какие-то определенные травы, какие-то определенные смеси, которые, ну, останавливая коротечение у царевича Алексея. Это вообще отдельная неисследованная тема, которую просто надо исследовать в какой-то момент, что такое культура Бадмаева на тот момент, и как это все влияло на политику, кстати говоря. Да, ну, если я просто хочу закончить о том, что вот эти операции, которые проводились у нас в США, те самые старцы, которые уже были глубоко, там, скажем, за 70 лет, и где зубов, там, скажем, своих уже было, не было, и волосы, понятно, были совсем другого цвета, если они вообще были, так вот, можете представить, у них, если у кого и было, они стали, вообще-то говоря, возвращаться в молодость, то есть они стали темнеть, стали расти волосы, у кого не было, стали удивительным образом, ну, появляются зубы, а это совершенно невероятно, как бы, ну, волосы тоже не как бы непонятно, но, тем не менее, можно что-то такое там предположить. В общем, я попытаюсь это все найти... Михаил, я извиняюсь, но возвращаться в молодость, это не волосы и не зубы, это немножко другое, да? Нет, они... Но тоже, да? Это видимое, это видимое. То, что невидимое, все было действительно в порядке. И, вообще-то говоря, человек элементарно, по всем законам, по всем признакам, даже в наше время, я не говорю, в те ведические времена, в сайте Югу, где там люди жили неизмеримое количество лет, мы же можем почитать о том, что, если, допустим, Шива уходил в Гималай и медитировал там 2000 лет, только медитировал, вот как мы едем куда-то там на неделю медитировать в Мексику на пляже, да? Если можно так сказать, медитировать, да? Если мы в Мексике медитируем, то это не медитация, скажем. Да, ну, неважно, причем на all-inclusive resort. Так вот, для Шивы, который там был в течение 2000 лет, ну, примерно, это срок такой, как вот мы поехали туда, условно, медитировать на пляжу. Короче говоря, это очень интересная, действительно, вещь. Ну, хорошо, я с этим закончил, возвращаюсь к вам. Да, на самом деле, это очень условная медитация, да. Так вот, я почему говорю о Богданове, почему начал я о Богданове, вот, и о том, что большевики, как бы, во главу угла ставили не медицину традиционную, как она сейчас называется, вот, потому что не было средств ни на медицину, ни на лекарства, ни на лечение, там, в году, так, 19-20, вот. Но, тем не менее, вот тогда была гигантская совершенно ставка именно на целительство, что поразительно. Нигде, никогда в истории так не развивалось целительство, как при большевиках с 19-го по 21-й год. Потом все немножко изменилось. Вот, но, тем не менее, вот именно тогда вот эти вот идеи, причем идеи, перехваченные от царского двора, почему начали с Анны Попюса и с Григория Распутина, вот эти вот идеи настолько четко перенеслись на новый проект, на проект нового государства. Государство, конечно, было паршивое, оно истребляло людей просто миллионами, вот. Но, тем не менее, вот эти вот идеи очень четко легли. Если мы говорим о философском, так называемом, пароходе, когда 121 философ, писатель и поэт были высланы из Советской России, там не было ни одного врача, на самом деле. Врача, я имею в виду, не врача традиционной медицины. Я напомню, что все-таки одного из них расстреляли с царской семьей вместе, и только внучка спаслась, потому что не поехала, потому что какой-то честный чекист ей сказал, что не надо туда ехать, не надо ехать в Екатеринбург. Ну и вот таким образом она донесла некоторые последние детали отъезда царской семьи в Екатеринбург. Но, тем не менее, тем не менее, мы говорим о том, что вот эта вот традиция, она перенеслась, и она вот такие вот странные рождения, вот этой традиции целительства с 19-го, даже по 21-й год, это просто всплеск, ну, на самом деле, в Советской России, у которой нет ни лекарств, у которой нет ничего, которая все разрушила предыдущее, и ничего не построить, не успела построить свое. И вот на этом фоне сегодня, я почему об этом заговорил, потому что на этом фоне сегодня говорят, что шарлатанство, есть такое клеймо, такое шарлатанство, да, не только по поводу целительства, а по поводу того, что эти ребята служили коммунистам, что довольно забавно, кстати говоря, они на самом деле служили коммунистам очень активно, там, где не было медицины, вот, но тем не менее, вот это клеймо прилеплено, и все. Ты кто? Я натуропат. А, ну, понятно, в компартии состоял? Нет. Наверное, не состоял. Но даже если не состоял, тем не менее, вот если вот такие вот натуропаты, которые говорят на русском языке сегодня, появляются здесь, то к ним уже лепится вот это вот клеймо, ну, коммунисты, не коммунисты, скажем так, но тем не менее, власти на тот момент, вот, который сбежал от власти в следующий момент, когда их преследовали, а преследовали довольно активно, это уже в брежневские времена, ну, начиная с пост-хручевских, скажем так, вот, и эти ребята, естественно, уехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, ну, не только сюда, в Европу, в Израиль, куда угодно, чтобы от этого избавиться. Вот, я просто говорю, что эта культура иногда зависит от того, как к ней определяется власть. Если эта власть не такая, как сегодня в Соединенных Штатах Америки, которая, в принципе, позволяет всем, возьми рецензию, убеди людей, что ты правильно действуешь, это самое главное, да, ну, и получи свою лицензию, и работай дальше. Да, да, ну, все правильно. Ну, хорошо, так, если мы все-таки переходим к нашим современным целителям, потому что, ну, я так полагаю, что сегодня людям, ну, интересно, может быть, но это все теория, знать о том, что вот были такие известные целители, ну, вообще, начиная чуть ли не с Иисус Христос, который исцелял людей просто одним прикосновением, ну, и заканчивая, если не заканчивая, а продолжая, там, опять же, Серафима Саровского, там, и так далее. Я смею заметить, что первое чудо Христа это превращение воды в вино. Превращение воды в вино, ну, это тоже были какие-то основания. Наверное. Да, наверное, было. Но, тем не менее, он это делал, и сегодня есть последователи, если можно так выразиться. Но интересно, что просто это серьезно, серьезно все дискредитировано, будем так сказать, сегодняшним западным образом жизни, потому что сегодня как бы врачи как бы не мотивированы тем, чтобы человек был здоровый. Почему? Потому что за все сегодня мы получаем деньги. То есть мы делаем какую-то работу, даже если мы исцеляем, если, ну, трудно применить, исцеляем, лечим, да, в западном образе жизни. Если мы лечим, тогда мы всего лишь, мы всего лишь, я не знаю, не лекари, а пилюлькины. Так вот... Или таблетки, наверное. Да, так если, скажем, в Китае Мао Цзэдун, даже вот Мао Цзэдун, говорил о том, что я вам платить не буду, врачи, если у вас будет на ваших участках болеть люди. Так вот у нас выступает, я уже упоминал, такой врач из старой плеяды русских врачей, которого зовут Борис Увайдов, он сейчас находится, если не приехал в Москве. Его пригласили, несмотря на то, что он здесь проживает уже 35 лет, и я говорил о том, что он работал за границей, точнее, Соединенных Штатов, на территории Мексики, и там был очень серьезный, и есть очень серьезный институт и клиника по лечению раковых заболеваний. Более того, он даже выпустил книгу совершенно официально «Победа над раком», которая называется. Так вот, его учителем он считает, был, если мы уже говорим про, вы упомянули большевиков и так далее, был такой академик Залманов. Он его считает своим учителем, и вот этот академик Залманов, в общем-то, он лечил Ленина и лечил даже Сталина. И это тот, опять же, из той плеяды действительно настоящих врачей, которые лечили не пилюльками и не таблетками. То есть, я извиняюсь, Ленина залечил по приказу Сталина, а Сталина лечил дальше, да? Потому что там довольно странная история. Это как-нибудь, ну, это тема для отдельных трех программ, наверное, да. Что произошло на стыке 24-го года? Да, ну, во всяком случае, во всяком случае, так оно и было. Ну, вот, еще раз, мы посмотрим, как сегодня встречусь я с нашим экстрасенсом, или как он там, Energy Hiller, энергетическим целителем, вот этим корейским, его зовут Му Джин. Кстати, он выступал у нас в Чикаго на единственном некоммерческом радио, вы знаете, о каком радио я говорю. У нас есть некоммерческое радио в городе Чикаго. И он там выступал некоммерческой программе, он рассказывал о целительстве. То есть, это было как раз-таки тематик на английском языке, естественно. То есть, это была программа сопоставления, скажем, вот той восточной культуры целительства, если можно так сказать, и западной некультуры лечения. И он об этом рассказывал. Ну, и было, в общем-то, довольно, как бы, интересная была реакция, поскольку люди действительно звонили. ну, вот сегодня мы посмотрим, как он там лечил этих в госпитале тех людей, которых, как бы, энергия лечить нельзя. Посмотрим, спросим. Здесь самая главная реакция людей, по большому счету, да, потому что, если пациент отзывается и дает положительные характеристики доктору, в данном случае доктору, то, наверное, это и есть самая лучшая оценка доктора, потому что все равно, всегда, насколько я понимаю, ситуацию между целителем, либо доктором, либо кем угодно, кто тебе там не колет какие-то химические растворы, там, вену, там, или еще что-то прочее тебе запускает. Самое главное это контакт. Вот об этом, наверное, и речь должна идти, потому что, если ты вошел в контакт с тем, кто тебя пытается поднять на ноги, с тем, кто тебя лечит, то контакт, это, наверное, 50% залога успеха, насколько я понимаю, да? Контакт вы имеете в виду контакт какой? Контактный без контакта? Ментальный контакт, естественно. Ну, поэтому, еще раз, если в давние времена вернуться, то Авиценна говорил своему пациенту, говорил, нас здесь с вами в кабинете трое. Пациент оборачивался, видел только Авиценну, ну, и говорил, почему трое? Он говорит, вы, я и болезнь. Вот если вы ментально станете на сторону болезни, то так будет. Вот я могу сказать о том, что у меня есть очень близкий родственник, ну, не буду, так скажем, скрывать, это мой отец, который не верит категорически в это дело. И я ему говорю, ну, приедь, тебе же помогает. Не, я не верю, вот не поеду. То есть, он ментально становится на сторону болезни. И он мне начинает объяснять, у меня вот там вот позвоночник, у меня в этом позвоночнике, еще раз, в этом позвоночнике, значит, там проблемы, там диски. И он начинает мне это объяснять. Я понимаю, что он мне объясняет, но это же не имеет значения в данном случае, а если человек, то есть просто человек не понимает, как можно по-другому лечиться. Он вот просто не понимает. Правильно. Миша, можно я на секунду перебью, потому что на самом деле все это уже проверено 125 раз на эффекте плацебо. Вот эффект плацебо всем известен. Все его приняли как бы как должное. Все приняли его по исследованиям, но ни одна официальная медицинская контора вам сегодня не скажет, что эффект плацебо это хорошо. То есть вам дают одну таблетку, которая помогает реально, вторая таблетка, которая составлена там, не знаю, из сахарина, из сахара, из чего угодно, но вы воспринимаете ее как другую таблетку и эффект плацебо начинает работать. То есть вы сами поняли, что вы приняли лекарство, которое вам сейчас поможет, хотя оно ни от чего, никакой образом не помогает. Вот это совершенно потрясающая вещь, от которой сегодня медицина, традиционная, так называемая традиционная сегодняшняя медицина, не может отказаться, но, тем не менее, эффект плацебо работает до сих пор. Эффект плацебо работает, но тут надо знать еще некоторые вещи, которые западная, не только медицина, западная философия вообще не приемлет. То есть я говорю о том, вот скажем так, мы приехали в госпиталь Джануфгат, мы туда приехали, первым делом у нас есть ориентация, по вторникам ориентация. Ну, вы знаете, мы туда возим людей, но не мы, я не вожу туда никого, но мы официальные как бы гиды, если люди хотят поехать туда, то мы имеем официальное благословление Джануфгат привозить туда людей. И вот мы туда приехали, во вторник есть такая ориентация, ориентация того, что будет происходить, поскольку приемные дни среда, четверг, пятница. И вот на этой ориентации, и дальше, когда мы туда приходим, нам всегда говорят, если вы хотите выздороветь, если вы действительно, но хотят как бы все только заставить себя, поверить в то, что дело для этого нужно, они не могут. Если вы хотите выздороветь, то вы должны не только изменить свое сознание, не только изменить свою жизнь. Два момента. Первый момент, когда Ельцину делали аорто-коронарное шунтирование, или там байпэс, как теперь это называют, то Майкл Дебекки, который... Как Дебекки делал, да в том-то все и сделал. Да, Майкл Дебекки, который уже тогда был старенький, но он сказал, что я хочу только Майкла Дебекки. Он самый-самый признанный. И вот он приехал туда, сделал ему операцию, и все прочистил, все было классно, Ельцин такой весь из себя счастливый. А он ему говорит, ну, батенька, вы же понимаете, что к этому что-то привело. Вы же понимаете, если вы не измените свой образ жизни, то следующий сигнал будет гораздо сильнее. Но человек так устроен, пока, так скажем, не грянет, то, понятно, никто не перевернется. Мужики при грязи, но дело не в этом. Субтитры создавал DimaTorzok